Быстро, удобно, не страшно. Так пациенты в тельмологическом отделении детской окружной больницы отзываются о новом оборудовании. Техника поступила в медицинское учреждение в рамках национального проекта здравоохранения. Уникальный томограф позволяет безболезненно обследовать глаза даже у двухмесячных малышей. О возможностях чудо-аппарата врачи рассказали нашему корреспонденту Евгению Алексеенко. У 15-летнего Анзора проблемы с сетчаткой глаза. Динамику его лечения врачи теперь отслеживают с помощью оптического когерентного томографа. Раньше мониторинг длился дольше. Приходилось каждый раз делать УЗИ и закапывать глаза специальными каплями. Теперь достаточно нескольких секунд и вся картина на экране монитора. Разница есть. На остальных аппаратах было более трудно поймать глаз, а на этом аппарате его легко поймали. Томограф особенно полезен в процессе динамического наблюдения, говорят врачи. Теперь они могут контролировать эффективность лечения. Помимо этого, результаты обследования позволяют проводить дистанционные консультации с федеральными центрами, чтобы корректировать тактику. Мы можем проводить диагностику переднего отрезка глаза. Это радужки, роговицы. Заднего отрезка глаза. Это сетчатка, зрительный нерв. Можем диагностировать глоукому с помощью оптического когерентного томографа. В Нижневартовск приезжают со всей Югры. В офтальмологическом отделении окружной детской больницы даже самые маленькие пациенты. Ведь обследование бесконтактно и, что важно, безболезненно. За месяц такое проходит почти сотня пациентов. В арсенале нижневартовских детских офтальмологов теперь еще один чудо-аппарат – щелевая лампа. С помощью этого прибора можно проводить не только микроскопический анализ видимых частей глаза, но и оперативные вмешательства на его сетчатки, например, лазерную коагуляцию. Такие операции относятся к категории органосохраняющих. Врачи подчеркивают, что новое оборудование позволяет в разы повысить социальный эффект. Умные аппараты, к примеру, позволяют остановить необратимое снижение зрения у малышей. Евгений Алексеенко, Дмитрий Жуков, Вести Егория, Нижневартовск.